Уже все устали. Нет, еще для птички и для бантика есть листья. Бабочки что-то. Просто есть цветы. Один должен быть крупный, более мелкий. По самой форме обычно подбираются. По форме цветка? Да. Но это все время должно быть крупный, помельчий. Это лучше всего смотрится. Но на самом деле можно ездить на двух видов цветов только. Любые цветы делают композиции? Конечно. А какие-то подходят друг к другу, какие-то не подходят? Да, некоторые цветы не могут, например, в одной вазе находиться. Потому что, например, нарцисс выделяет сок, который убивает любой другой цветок. То есть он может только один находиться в вазе. Всегда. И сам себя убивает? Нет, он может даже короче. А он выделяет этот сок для того, чтобы как раз дольше сохранять защиту. Да. Так, ну вот теперь у нас тут. Вот тут относится только к нарциссу или есть еще? Ну, в основном нарциссу. Остальные более-менее с собой. Есть специальные химикаты с голами, которые нейтрализуют. Он добавляется в воду. Таким образом он адсорбирует вот эти все вещества. Они могут между собой долго находиться и стоять дольше. До двух недель. Очень аккуратненько. Вот сюда. А полевые цветы? Давай. Полевые цветы, если они по-настоящему используются, то они стоят недолго. Можно туда добавить воду. В водку. Да. Тогда? Не видно. Оно будет стоять недолго. А здесь скажем так. Водку можно добавлять только в полевые цветы или в такие хорошие? В розы можно. Просто в полевые цветы. Но стебли всегда полые. Ну, то есть такие древинистые, да? Из-за этого она очень быстро древнеет. А водка она не дает разложаться. Ну, разнообразится. Но розы тоже очень хорошо стоят в водке. Где птичка? А еще? Кофея. Хорошо стоят в водке. Да. Почти все. А где ее не хорошо стоят? Вот тюльпан. Выпить. Маленькие. Да. И стихотики. Какие птицы мы все нам дали. Да? А еще какие птицы? Тогда она попала. Ну, допустим. А где мы остались в воде? Ну, транспортика. Ну, Дораз quê она. Я немножко. А где она, как девушка. Ну, да. Да, ничип. Спасибо.